Доброе утро! Ханты-Мансийский театр «Кукол» приглашает всех на премьеру. Что ждёт? Ценителей, собственно, нам расскажет главный режиссёр Ханты-Мансийского театра «Кукол» Елена Николаевна Естропова и режиссёр из северной столицы. Нет, это не Ханты-Мансийская, это Санкт-Петербург. Людмила Фёдоровна. Доброе утро! Доброе утро! Так, это будет что-то необычное, что-то интересное, что-то новенькое. Что ждёт? Что за премьера-то грядёт? Грядёт премьера Айболита. Это всем знакомое произведение Корнии Ивановича Чуковского, которое получило новую жизнь, новую интерпретацию в нашем театре. Для этого мы специально пригласили режиссёра из Санкт-Петербурга Людмилу Фёдорову. И она сейчас начала только, ещё приступила к работе по этому новому спектаклю. Вот всех приглашаем на премьеру 18 мая. 19-го, 20-го. Сейчас идёт подготовка, да? Но вот интерпретация, если говорить о ней, о такой, ну, достаточно субъективной для каждого взгляда тётке. Конечно. Всё-таки вы больше придерживаетесь классики, классическому Айболиту, того, что любим, и от скарлатина он лечил, и от всего лечил, либо всё-таки это уже более современное, где мы звоним, оставляют заявку, к нам приезжает. На госуслуга. Какой у вас участок? Да, говорит, всё, приезжает Айболит. Нет, нет, конечно, мы взяли всё-таки больше классическое прочтение. Специально был взят текст в оригинале, потому что, во-первых, как показывает практика, потому что мы видим в театрах, что сейчас родители, это мы выросшие в то время. И, соответственно, мы выросли на советских мультфильмах, мы выросли на советских текстах, и, как показывает практика, дети очень любят, родители любят читать им эти тексты, они знают действительно это наизусть, только уже знают не с пяти лет, как мы это знали, а почти с года. Вот, и поэтому мы взяли в чистом виде, конечно, чуть-чуть что-то добавили, интерпретировали, но постарались максимально, чтобы Корней Иванович остался доволен. Добавили именно интерпретацию, но это, в принципе, в любом спектакле, любой режиссёр, художник, когда он берёт свою команду, он каким-то образом это интерпретирует. Я вот могу чуть-чуть только раскрыть секрет, да, не буду целиком раскрывать, да, но вот я могу сказать, что мне кажется, мы с художницей нашли такой ход, который будет интересен именно маленьким зрителям. Это медицинские карточки, да, все истории животных рассказываются через медицинскую карточку. Если вы вспомните, в нашем детстве были такие книжки-раскладушки, да, когда открываешь, там объёмника что-то возникает. Поэтому это тоже такой немножко возврат в то время, у родителей будет ностальгия, у детей они это увидят, что-то впервые, потому что сейчас, в принципе, так много игрушек, так много всего нового, что дети, для них, может быть, это будет новое, то, что было старое, для них это будет новое. Вот, поэтому такой вот небольшой ход, я не буду всё раскрывать, да, что многие истории рассказываются вот эти, через эти медицинские карточки. А можно пару слов, как выглядит айболит? Как выглядит современный айболит, наш югорский айболит? Ну, сейчас он выглядит ещё незаконченным, не так, как он будет выглядеть через, ну, буквально через, я думаю, через неделю даже, да. Потому что у нас через два дня приезжает художник этого спектакля, Лена Белых из Воронежа, которая работает в Воронежском театре кукол, и она будет приводить айболита в чувство. Вот он у нас совсем небольшой, 20 сантиметров роста. Это достаточно для мужчины средних лет? Для такого мужчины, для такого достойного доктора это абсолютно достаточно. Для профессора сама. Это профессор, конечно. Это вот именно тот профессор, который, в принципе, и нужен. Он не надоест всем, и как бы его, если раз, и убрал. Если что, можно убрать его в чемодан. И совсем не страшный, потому что, ну, куда эти большие доктора, нас детей это пугает, да? А у Дюку маленький, 20-сантиметровый доктор, болит всех, излечит, излечит добрый доктор. Это да. Ну, любимый, вот в любом случае режиссер, когда приезжает уже в устоявшуюся труппу, со своим взглядом, у северных людей свой взгляд, у людей с большой земли он свой. Мысль, удается ли донести до актеров? Мысль, задумку, что хочешь, как и вообще, в принципе, с нашими актерами, нашего хантоматического театра кукол, достаточно просто работать? Быстро ли удалось найти общий язык? Артист — это личность, понимаете, и артиста обидеть может каждый. И даже если он зайчик. И даже если он, опять же. Ну, слушайте, у нас еще, ну, вроде я пока без синяков, хотя меня, конечно, немножко сейчас заграммировали. Ну, актеров-то мы не видели. А вот они-то, понимаете, трудский процесс все-таки. Нет, нет, конечно, я очень рада этому предложению, спасибо огромное Елене Николаевне, мы с ней познакомились на фестивале в Белгороде, и тогда вот как-то сдружились, да, и тогда пришло. Это приглашение от Елена Николаевна. Конечно, любой коллектив — это риск. Конечно, любой новый коллектив ты всегда немножко так, ну, очень осторожничаешь. Но мне кажется, настолько люди уже, и актеры, и наша команда в профессии, что просто ты приходишь и занимаешься делом, и дальше уже начинаются, наоборот, какие-то хорошие взаимопонимания. И я всегда готова к тому, чтобы актеры что-то предлагали, чтобы, в принципе, всегда спектакль создавался вместе, потому что, ну, это немножко так деспотично и скучно, если ты пошел сюда, ты пошел, сделал это. Хотя я очень люблю жесткую структуру, только из-за того, что просто, ну, я часто езжу, и, ну, я актерам объясняю, что если вы будете держать структуру, тогда я могу уехать и спокойно там отдыхать, делать другой спектакль, и не думать о том, что спектакль как-то развалится. Но я всегда хочу, чтобы актеры были в диалоге с этими актерами. То есть тоже, в принципе, творили? Конечно, конечно, нет, безусловно. Это только одна работа будет здесь, на Югорской земле? Ну, это только начало нашего совместного проекта. Но есть какие-то планы сейчас на будущее, ну, приблизительно, если Айболит, следующий кто? Я не могу, это тайна. Ну, я могу вам сказать, что когда мы с Людмилой вот разговаривали в начале, Людмила сразу сказала, давай что-нибудь на... Я на один не поеду. Ну, да, буквально, да. До вас ехать 3,5 тысяч километров, ребят, ну, прекращайте. Работаю только в автобусе. Давайте сразу, на 5 лет. Давайте вот сразу тут, в Белгороде, все, договоримся. Давай, говорит, что-нибудь для детей постарше. Ну, устала я уже, сказала она. Но нам как раз нужно было для маленьких детей, я говорю, ну, прости, Людмила, но сейчас вот она как раз приехала познакомиться с актерами, с труппой, посмотрит на наши возможности, на наши способности. И дальше мы, я думаю, договоримся о более какой-то такой, ну, я не могу сказать серьезной работе, потому что работа вся достаточно серьезная. И неважно, для маленьких это, для взрослых, может быть, для маленьких еще и серьезнее, да? Вообще, сложно делать детские спектакли вот относительно взрослых? Кажется, что вроде как все легко, просто белочки, кошечки. Нет, нет, нет. Даже вот боюсь процитировать, кто конкретно, но какой-то писатель, когда 50 лет ему вспомнил, сказал, ну, все, теперь я могу начинать писать для детей. Ну, то есть, ну, это, это намного сложнее, потому что, ну, ребенка ты не обманешь. Если взрослый, он пришел, купил билет, он будет смотреть и думать, ой, ну ладно, надо отсидеть, он воспитан уже, да, он, ну, а ребенку, если ему не интересно, он побежит по залу, начнет всех дергать, еще цепная реакция пойдет. И опять же достанется первым 20-сантиметровым айболитом. Айболит, да, поэтому... Нет, пускай, да. Да, потому что невысокие мужчины, они все-таки хороши, понимаешь? А не то, что ты мне постоянно твердишь. А то, то есть, тут что-то, да, какие-то параллели прошли, конечно. Ну, что, давайте, приглашайте, все эти 18 камер смотрят только на вас. Когда, где состоится премьера? Итак, 18 мая в Ханты-Мансийском театре кукол на Мира-15 состоится премьера интереснейшего спектакля для маленьких детей и для их родителей «Айболит» по сказке Корнея Ивановича Чуковского. Приходите. Также 19 и 20 мая состоятся тоже премьерные показы спектаклей в 11 в час. Так что приходите, покупайте билеты на сайте Ханты-Мансийского театра кукол. Мы вас очень ждем. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо вам. Что рассказали вам. Желаем хорошего дня, плодотворной работы здесь, на Егоровской земле. С нашими гостями прощаемся. С вами уже увидимся, ну, через 2,5 минуты. Подождитесь.